Даже спустя сутки на месте аварии запретная зона. Оградившись забором, рабочие пытаются устранить последствия ЧП. В море кипятка здесь искупались не только машины. Пострадали и люди. Пожилую женщину и 13-летнюю девочку увезли в больницу с ожогами ног. Она зачерпнула внутрь, поэтому у нее обе латышки обожжены. А у меня просто сбоку немного попало. Накалилась атмосфера на Уралмаше вчера утром. Прямо по тротуарам прорвала полуметровую трубу с горячей водой. Обжигающие потоки залили дорогу и подвальные магазины. Некоторые закрыты и сегодня. Ведь сотрудники там оказались фактически по колено в кипятке. Хотя энергетики прибыли на место уже через полчаса после ЧП. Перекрыли воду и осушили тротуар. Разлив был достаточно большой. Ушло некоторое время на локализацию, на откачку воды. Начались ремонтные работы, но не прекращалось теплоснабжение, горячее водоснабжение потребителей. Оно подавалось по обратному трубопроводу со сниженными параметрами. То есть температура около 50 градусов. Пока вода в кранах остывала, работа у следователей начала кипеть. Из-за сильных ожогов пешеходов дознаватели начали проверку. В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. В частности, будет выясняться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователям СКР будет принято процессуальное решение. Копать под энергетиков начала и прокуратура. Ведь всего за полтора месяца отопительного сезона в Свердловской области произошло аж 10 коммунальных аварий. Из-за прорыва труб горожане то и дело оставались без воды и тепла. Теперь надзорное ведомство будет выяснять, как коммунальщики подготовились к холодам и почему ветхие трубы не меняют. В целом, уже достаточно длительное время, более пяти лет, мы фиксируем, что у нас в целом по области очень высока степень изношенности в сети теплоснабжения и водоснабжения. И проводится работа по замене этих труб, но тем не менее, она проводится недостаточно, так скажем, эффективно, активно и так далее. И, соответственно, в ходе данной проверки мы будем побуждать организации и должностных лиц принимать более активные меры к замене изношенных участков, чтобы впредь не допустить подобных аварий. Энергетики же уверяют, заменить изношенные коммуникации они готовы, но не сразу. По словам энергетиков, такая авария, хоть и чрезвычайная ситуация, но вполне ожидаемая. Ведь 70% теплосетей Екатеринбурга сильно изношены. Заменить же старые трубы на новые все сразу очень сложно. Они не только под землей переплетены с оптоволокном и другими сетями, но и большинство находится под проезжей частью. А значит, чтобы провести раскопки, нужно перекрыть дороги. Это неминуемо приведет к транспортному коллапсу. Теперь замены теплосетей коммунальщики будут проводить круглый год, если позволит погода. Ну а пока горожанам напоминают, если случился прорыв, облако пара следует обходить стороной, чтобы не обжечься. Мария Новикова, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.